всем привет ребят будем кушать у нас утром занимались монтажом то одним то другим третьем то десятом в общем анюта у нас уже пошла на дневной сон мы как раз решили позавтракать что время очень быстро пролетело на завтрак яичница давно мы яйца просто не ели обычно это бутерброды я кстати когда ездил с пацанами это кататься на гору мы тоже завтракали яйцами потому что очень сытно и хватает не на 5 минут потому что например если я поем кашу или поем бутерброды тоже сытно достаточно вот если я поем какую-нибудь кашу или еще какой-нибудь готовый завтрак то это буквально на полчаса полчаса час потом хочется опять есть бутербродики кстати видео когда мы привезли бородинский хлеб я спросил если хлеб кати сказала что не знает дело в том что мы вот этот хлеб мы его едим как только для бутербродов мы вы просто так с едой не едим и поэтому кати сказала что он то есть она его не считала грубо говоря за хлеб ну что я имел ввиду белый хлеб она поняла что я имею имел ввиду поэтому так и ответила было очень интересно в комментариях о катя хлеб сажала типа того видела комментарий я не поняла почему так но потому что я спросил если хлеб а мы привезли кучу хлеба черного и получилось ты говоришь ты не знаешь а как так если только что распаковку делала хлеба а у нас черный хлеб только мы его только для бутербродов используем на масло то есть с едой мы его не едим не знаю нам его жалко что ли деликатес да поэтому мы с едой едим обычно ну там с супом еще с чем-нибудь с макаронами белый хлеб я имею это белый хлеб катя меня поняла и поэтому так и ответил прикольно получилось ну чё за чай какой-то арбузный арбузный цвет у него прикольный да и с ягодами всем приятного аппетита будем кушать красавица вот что ты не садишься на то на то кресло придется тебя сгонять что мы наконец-таки дождались когда анютка проснется что-то на сегодня у нас так долго спала я уже маялась когда же мы не хотели ее будить потому что она может проснуться без настроения но в общем хотели чтобы она выспалась сегодня рано утром проснулась наверно поэтому долго спала в обед анют анюта ты готова опять соской и с едой дома кушать не захотела там что твоя еда да может ну ее эту соску вытаскивай соску на вытаскивай плюй плюй все все ты же большая уже очень большая она у нас кстати с соской периодами вообще бывает не и не берет вы весь день два дня а бывает ей вот мы соску сегодня убрали утром да и у нее короче не ночью на соской спала я же ей дал соску а вот утром и у нее соски не было она короче себе засосы ставила на руке то есть у нее потребность вот это есть но мы не хотим чтобы у нее были засосы руках не пришло время да еще время в садике например я с воспитательницей разговаривала она вообще не соску то есть не дают и не дают она никогда не просит да дочь вот ночью утром иногда вот даже вот так днем я тоже готов все пошли все выдвигаемся мы приехали в торговый центр у нас вот здесь открылся вчера вчера было открытие мы приехали он ближе получается находится чем чем остальные торговый центр и решили сюда приехать на закупку а еще они тут сделали площадку прямо на территории торгового центра как выглядит как асфальт но это обычный резиновый давай шапка подержи пожалуйста я надену шапку это что за длинные волосы красотуля которые торчат на батут там занят там прыгают детки причем когда мы парковались я видим эту площадку его не говорю ой 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 куда она хочет-то непонятно очень сегодня как то прям супер тепло не хочешь на качели не хочешь на качели А так погодка суперская, взяли еду Анечке с собой, что-то она отказалась дома есть, взяли с собой, потому что я думаю вот здесь есть кафешка, на улице есть столики, тепло сегодня, можно будет ее покормить, когда она прям сильно проголодается, наблюдает как мальчишки прыгают. Магазин не такой большой как я думал, у меня нет понимания 1600 квадратных метров, но все разобрали, смотрите, вот это и все, то есть магазин обычный супермаркет, торговым центром это назвать сложно, да? А то, что здесь есть две кафешки торговым центром и апсека, я бы не назвал торговым центром, ну, наверное, по определению это, наверное, оно и является, просто в моем понимании торговый центр это что-то большое-большое. Очень много консерв, всяких супов, в принципе, как и в том, в котором мы ездим. что такое? Чего ты там увидела? Королевский краб. Может, попробуем? Ну, возьми, попробуем. Ты для видео набираешь продукты? Да, для видео. Ну, такое ощущение, что здесь не все, да, есть? Ребята, мы едем в машине, один очень умный человек сказал, не будем брать коляску, зачем она нам? Я не поменял свое мнение. И я несла Аню на шее, но Аня нес пакеты, потому что в супермаркете, блин, парковка фиг знает где, через полгорода шли. А нам нужно было в супермаркет, мы там подгузники Ани покупаем, они там очень хорошие, на Мэрис похожи, только, пусть там Мэрис нигде уже не достать, я не знаю, где их покупать, нету Мэрис. Вот, и я несла Аню на шее. Ой, завтра у меня будет все болеть. Что он хочет от меня? Вань, может, что-то у нас с парковкой. Все, мы едем домой. Ребята, мы только что отсняли видео барышню мадам. Вы представляете, барышню мадам. Так что, да, она либо уже на канале, либо будет через пару часов, после того, как вы посмотрите влог. Вот, и да, мы делали необычную барышню мадам. Мы друг друга отвлекали тем, что, мы тут снимали сверху кадры, мы делали пряничного человечка, украшали. Но прикол в том, что мы взяли одну упаковку, а здесь в упаковке был всего один пряник. И мы, в общем-то, по очереди... Мы думали, что их там несколько? Ну да, я вот так повернула. Тут все на французском, я не знаю, не понимаю французский. И увидела, что тут их много. Я подумала, ну, наверное, их здесь несколько маленьких. А тут оказался один большой пряник. Ну, короче, мы вышли из ситуации, все равно получилось прикольно. И я сейчас уже занимаюсь ужином. Мы купили вот такие Калифорнию роллы, потом сальмоновые. Стряпала роллы, пока снимали. Мару снимала там, да? Да, да. И сейчас я поставила разогреваться масло, а оно уже разогрелось. И я сейчас спринк-роллы приезжаю. Поэтому... Отправляю их. Ребята, вчера во влоге Ваня вставил кусочек, как я забираю Анюту с садика. И не знаю почему, что-то там... То ли переход, то, короче, почему-то эффект какой-то, да, не сработал. Угу. И красный экран был. Все про него писали. Ну, как все. Кто написал, тот и написал. Тех бы и прочитали. Поэтому Ваня сейчас ставит заново. Что классный кусочек. Потому что, я надеюсь, сейчас красного экрана не будет. Ну-у-у. Мне нужно пойти помыть голову. Я подвигаю матрас. И, короче, я не знаю. Вот у меня дилемма. Сижу и думаю. А еще я зашла в ТикТок. Ужас. Лучше туда не заходить. Потому что оттуда невозможно выбраться. Смотрите, какая крутая подборка. Лето и осень. Ладно, ребята. Видите, сколько у нас уже времени. Так что, всем спокойной ночи. И всем пока-пока. Пу-ка, пу-ка. Субтитры сделал DimaTorzok